Совсем недалеко отсюда, там, где небоскребы сияют автомобильным глянцем бетроидское автошоу. На одну неделю город Моторов, когда-то подаривший мир автомобиль, возвращается в свое великое прошлое. А настоящее, вот оно, стоит только оглянуться по странам. Тысячи пустующих домов, брошенные в фабрики, по Детройту словно ураган прошелся. Практически на каждой улице, в каждом районе здесь следы разрухи и запустения. Кварталы разграбленных домов, зияющих пустыми оконными глазницами. На стенах граффити, это имеет территорию, многочисленные детройтские банды. А еще 35 лет назад казалось, что Детройт это благополучие новенька. Но вместо машинных перекрестков теперь шумит ветер. Детройт сегодня город остановившихся моторов, грустно шутят местные. Риэлтор Майк Шеннон показывает мне дом, который три года назад купили за 50 тысяч долларов. Но хозяева не смогли выплатить ипотеку. Дома там брал из банка и выставил на продажу по смешной цене 400 долларов. Причем можно поторговаться. Вот тут у меня есть доллар в 100, и что я смогу легко купить этот дом? Это все, что я хочу. Кризис только ускорил процесс распада. Ежемесячный с Детройта уезжает около тысячи человек. Здесь нет работы, нет денег. Преступственность и частная охрана единственное, что процветает в Детройте. Полиция на четверть сокращенной не справляется с фаворами и грабителями. В богатых кварталах жители организовывают добровольные дружины, чтобы защитить себя от преступников. С фонариками в руках, безбольные биты на камеру решили не показывать. Они группами патрулируют вечерние улицы и обходят дома, ищут следы взлома. Метод приносит плоды. Этот квартал теперь считается относительно безопасным. Метод приносит плоды. В этих капотах Тарри рисует портреты людей. Мы считаем, что за автомобилями в Детройте забыли главное – его жителей. С группой художников он превратил умирающий район Хайдлберг в яркие проекты. вслед за красками, сюда вернулась жизнь. День за днём художники продолжают раскрашивать Детройт в надежде, что это поможет городу выстрелить. А если нет, то он хотя бы умрёт красиво. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, селекомпания НТВ. Детройт.